Слава Богу! Слава Богу! Мы с оружием пришли в церковь. Воевать с этим миром и быть готовым всегда побеждать. Итак, мы читаем 1 Коринфянам 9 глава и 24 стих. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как неверно, бьюсь не так, чтобы только бить в воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим самому не остаться недостойным. Когда я читаю это местописание, мысли приходят. Такие мысли, что это местописание про спорт, понятное дело. Это про спорт, ресталище, что у нас есть призвание, и мы должны сделать что-то великое для Господа. Амин. Поверьте соседу, скажите, я сделаю что-то великое для Господа. Это наше призвание. Мы можем это сделать, потому что мы идем глубже, и мы идем выше в Господе. И это местописание про ресталище, про спорт, это местописание про дисциплину. И Павел говорит в это местописание про себя. И он говорит, в моей жизни должен быть дисциплина. Я должен дисциплинировать себя каждый день. И когда я читаю это местописание, я понимаю, что если спортсмен не занимается, если он не работает над собой, и если кто-то прибежит дальше или будет первым, первый закончит, ресталище, что кто виноват? Спортсмен, правильно? Он сам виноват, потому что он не занимался, недостаточно работал, и поэтому не получилось. И поэтому главный вывод в этом местописании, что самый худший враг в жизни – это не дьявол. Слава Богу. Потому что дьявол уже побежден. Аминь. Дьявол уже побежден, потому что две тысячи лет назад Иисус Христос умер на кресте. И уже победил его. И поэтому нам не надо его побеждать каждый день. Он уже побежден. Он находится под нашими ногами. Как написано в Писании. И поэтому дать ему такое привилегие сказать, ты худший враг в моей жизни, но я не буду. Худший враг в жизни. Ни дьявол, ни люди вокруг нас. Мы сами. Потому что если мы не будем дисциплинировать себя, то ничего не получится в этой жизни. Если мы не будем дисциплинировать наш характер, ничего не получится. И поэтому Бог держит нашу судьбу как бы в своих руках. Но правда в том, что если мы ничего делать не будем, то ничего не получится. И как сказал очень мудрый человек, если долго мучиться, что-нибудь получится. Мы должны работать над собой постоянно, каждый день. И сегодня моя проповедь о том, что есть восемь вещей, которые удержат тебя от продвижения к будущему, которые Господь запланировал для тебя. Давайте помолимся. Господь, я благодарю тебя за это служение. Господь, я благодарю тебя за это слово, Господь. Мы укореняемся, Господь, каждый день в твоем слове, Господь. Мы утверждаемся в молитве каждый день, Господь. И каждый день мы становимся сильные, Господь, помазанные. Я благодарю тебя, великий Бог, во имя Иисуса Христа. Амин. Итак, первое, что остановит тебя в этой жизни, это недостаток видения. Недостаток видения. Мы должны знать, куда мы идем, правда? И поэтому, если объяснить, что такое видение, звучит вот так вот. Ты можешь получить только то, что ты видишь. Это видение. Когда ты включаешь свое воображение. И если ты спортсмен, или если ты работаешь на хорошей должности, то ты вообразил эту зарплату, ты увидел это трофею, ты увидел те цели, которые ты хочешь достичь. И даже если ты их не видишь, в настоящем, ты все равно воображаешь, и ты видишь. Это твое видение. Давайте мы скажем, я могу получить только то, что я могу видеть. Если ты это видишь, если ты это воображаешь, значит, ты это получишь. Я помню, когда мне было шесть лет, и я сидел в своей комнате, закрывал дверь, и просто пел. И воображал, что люди поют вместе со мной. Мне шесть лет было. Но сегодня я вижу воплощение этой мечты. Почему? Потому что сначала это была просто, просто мечта. Но сейчас это реальность. И мечты, которые есть в твоем сердце, они не просто мечты, они могут быть реальностью. Кто-то видит проблему, а кто-то видит возможность. Просто включай свое воображение, и Бог наполнит тебя. И ты что-то можешь сделать великое для Него. Пасторик сказал, «Когда ты открыл Божий план для своей жизни, когда его план начинает просыпаться в твоем сердце, и ты точно знаешь, что должен делать, тогда уцепись за эту мечту, крепко охвати ее, захвати ее, оберни ее своими руками верой, держи и не отпускай». Джон Максвелл сказал, «Великое мудшество лидера воплотить свое видение в жизнь приходит не от должести, но от стремления. Когда есть видение, когда есть цель, всегда будет стремление. Тогда будет четкое направление, куда мне идти, что мне делать. Дьявол хочет сбить тебя с курса. Он не хочет, чтобы у тебя видение было, он не хочет, чтобы у тебя были высокие стандарты святости. Он этого не хочет. И поэтому он пытается сбить тебя с курса. Но когда у тебя есть видение, у тебя есть стремление. Ты знаешь, куда ты идешь, что ты делаешь. Далее. Директор компании Pepsi сказал, «Будущее принадлежит лишь тем, кто видит возможности до того, как они станут реальностью». Запиши это. Подумай об этом. Будущее принадлежит лишь тем, кто видит возможности до того, как они станут реальностью. Кто-то смотрит на одну и ту же ситуацию, видит все плохо, а другой человек смотрит, вау, вот эта возможность. вопрос в том, как ты мыслишь. Что ты готов сделать, чтобы дисциплинировать себя, чтобы распинать свою плоть каждый день, чтобы распинать свое мышление каждый день и думать, как Христос. Второе, что помешает нас, это страх. Вторая Тимофея, первая глава, есть мой стих. «Ибо дал нам Бог, духа, не боязни, но силы, и любви, и целомудрие. Итак, не стидись, свидетельство Господа нашего Иисуса Христа. Не меня, узника Его, но страдай с благовествием Христовым, силою Бога». Страх. Когда есть мечта, моментально приходит страх. Правда? Потому что мечты, которые Бог дает, они не маленькие, не значительные. Мы бы их не боялись, если они были маленькие, не значительные. Но мечты, которые Бог дает, они большие, огромные, и намного больше, чем мы сами. Аминь. Поэтому мы в одиночку не справимся, поэтому нам нужен Бог. Если Бог с нами, то против нас восстанет. Абсолютно никто. И поэтому, когда Бог дает тебе большая мечта, большая видена, это хорошо. И если страх приходит, то значит, ты на правильном пути. Если страх приходит, то значит, ты на правильном пути. Но если страх приходит, то не надо бояться. Не надо бояться. Потому что, если Бог за нас, то кто может быть против нас? Вот когда я думаю про молодежь, когда я думаю про этот мир. Я уверен, что есть очень-очень много лучших певцов в мире. Мы не знаем. Знаешь почему? Потому что сидят дома. Боятся выйти на публику. Лучшие писатели в мире мы не знаем. Потому что они сидят дома. Они скрыли вот этот талант и не используют. Они боятся. Я помню первый раз, когда я вышел на этой сцене. Мне было 17 лет. И я проповедовал. И всю проповедь я рассказал за 3 минуты. Я так волновался. Я так волновался. Я думал, первый раз. Причем надо проповедовать по-русски. Я 50 раз отжался до начала. Выше уже потный. Так боялся. Но за 3 минуты все рассказал. И не знал, что делать. Думаю, вау, я попал. Но. Я просто повторил все много-много раз. И люди каялись в конце. Слава Богу. Но правда в том, что если бы я не победил этот страх в 17 лет, я бы здесь не стоял сегодня. Если мы не побеждаем страх свидетельствовать на улице. В первый раз мы никогда не будем свидетельствовать на улице. Если мы не побеждаем страх использовать те таланты, которые глубоко находятся в нас, то они никогда не выйдут. Они останутся просто мечтами, которые не исполняются. Но это не Божий план. Бог хочет дать тебе видение. Бог хочет тебе дать не дух страха, но целомудрие, силы. Это то, что наш Бог хочет дать. И я заметил, что когда Бог дает тебе какое-то направление, ты должен что-то сделать. Если ты долго думаешь об этом, ты это не сделаешь. Понимаете, о чем я говорю? Это примерно так, как в детстве. Я помню, когда нужно было прыгать с вышки. Там 10 метров, мне лет 15 было. И я видел, как ребята просто летели. И прыгали. И я думаю, вау, круто, я так могу. А потом я прихожу, и вместо того бежать и просто прыгать, я так... Посмотрел, посмотрел вниз, и смотришь, и думаешь, а-а, ни за что, я не прыгну. Я не прыгну. И потом наступает момент. Раз, два, три. У кого такое было? Я... У меня много раз так было. А потом я понял, что думать не надо, надо просто прыгать. И тогда прикольно. И тогда классно. Но когда ты смотришь вниз, и говоришь, а-а-а, я умру. И воображаешь, что будет со мной, если что-то пройдет, ну, пойдет не так, то ты не прыгнешь. То же самое происходит. Если Бог тебе говорит что-то делать, делай это сейчас. Вот сейчас. Если ты уверен, что это точно Господь, то не надо думать об этом, просто делай это. Потому что чем больше ты будешь думать об этом, тем больше ты будешь понимать, что это намного больше тебя. И что у тебя это не получится. И у тебя нет финансов. И у тебя нет таланта. И у тебя нет связи. У тебя ничего нет, чтобы это сделать. Лучше просто начинай это делать. И ты поймешь, что Бог с тобой. Бог с тобой. Я знаю на своем личном опыте, когда я проповедую Евангелие на улице, если Бог мне говорит, иди проповедуй молодежи. И я думаю, и думаю, и думаю, и думаю. Приходит минута, их уже нет. Они уже шли. Если ты попадаешь, если ты попадешься в этот страх, и будешь думать, и думать, и думать, то страх украдет твою возможность. И их не станет. Есть добрая весть. То, что когда ты сразу делаешь то, то, что Бог хочет от тебя, тогда благословение приходит. Когда я был в Америке, мы служили там. Спасибо за ваши жертвы. Спасибо. Тур прошел очень-очень хорошо. Бог благословил. Спасибо вам огромное. Но был в магазине. И подходит ко мне молодой человек. Говорит, накорми меня. Он бомж был. Ему было 14 лет. Я так посмотрел на него. Он говорит, накорми меня. А у меня первая мысль. Так у меня запланированы финансы, чтобы и одежду покупать. Ну, плоть сразу зарабатывает. И я так. Да пошли сюда. Накормил его. После того, как сел в сэмбидж, он покаялся. То есть, так просто все. Не надо думать. Просто надо прыгать. Просто надо действовать. И Бог благословит тебя. Третье, что остановит нас в призвании. Это лень. Притча, 15 глава и 19 стих. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий. Притча 26, 13 по 16 стих. Ленивец говорит, Лев на дороге, Лев на площадях. Дверь ворочается на ключах своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта. А ленивец в глаза своих мудрее семерых отвечающих обдуманно. Лень уничтожит нашу жизнь. Аминь. Лень говорит, Я не хочу просыпаться в 5 утра, чтобы читать Библию, чтобы молиться. Лень говорит, Я не хочу читать книги, которые будут развивать меня, потому что тяжело, потому что это неинтересно. Лень говорит, Да лучше я просто сижу дома и посмотрю свой любимый сериальчик. И сидишь, проходит 4 часа, 3 часа. И понимаешь, что день пропал вообще. То ты ничего не сделал. Что ты просидел целый день. Потому что лень. Лень. Нам дано 24 часа в сутки. И Роб Томпсон написал в своей книге, что успешные люди просыпаются где-то в 6 утра, планируют свой день, работают целый день где-то до 8-9. И вот у них такой день. И они обдумывают каждый план, каждую минуту. Обдумывают. А человек, который просто хочет жить, просто хочет существовать, просыпается в 8, в 9 он уже на работе, в 4.45 он уже выключил компьютер, он уже собирается, и ровно в 4.55 его уже нет. Цели нет. Лень. Когда мы приходим на работе, когда мы учимся, мы должны быть лучшими. Даже не для себя, а для Господа. Потому что что бы ты ни делал, как бы ты ни делал, в Писании что написано? Сделай все, как для... Сделай все, как для Господа. Потому что Бог смотрит. Бог смотрит на нас каждую минуту. И наблюдаем, говорит, а этого поднимать надо? А Он верен в малом. Хороший вопрос для нас. Следующий вопрос. Следующий, что остановит нас? Мы говорим об этом много в церкви. И надо говорить об этом много каждого воскресенья. Может, это часть нашей жизни. Это грех. Псалом 31 глава и 5 стих. Давид очень четко и ясно понимал, что такое грех. И он не просто сожалел, что он грешил, но он менялся. Есть те, которые говорят, ой, Господь, прости меня, и завтра делают то же самое. А есть те, которые без эмоций особых не плачут, не упали на колени. Это все хорошо. Но они реально меняются. И когда ты просишь прощение у Господа, это разворот на 180 градусов в другую сторону. От мира к Богу. Все очень четко, понятное. Черное и белое. серовато, ничего нет. Это очень страшно, когда мы не видим все черное и белое. А все как-то становится серовато. Где на нас матные слова в фильмах не влияют. Первый раз мы их слышали, эти слова, ой, нам было больно. Мы почувствовали, что это зло. Мы почувствовали, что это не от Бога. Второй раз послушал, уже как, ну, особо не чувствую. Посмотрел первый раз фильмы, где есть много-много крови и есть очень много-много насилия. Первый раз посмотрел, думаешь, ой, больно. Как я могу такое смотреть? Закрываешь глаза, говорит, нет, не буду. Второй, третий, десятый раз. больше крови давай в 3D. Но я правду говорю, мы живем в такое время, где мы получаем удовольствие от того, что смотрим главный блокбосс, главный фильм, который зарабатывает больше всего там денег, премии, Оскары, и он про вампиров. И мы смотрим вау. Это правда. И мы уже не чувствуем, что это грех. Это плохо. Да, это не очень хорошо. Иисус бы это не смотрел. Но да, это плохо. Но у нас черное стало серое. Должно быть все четко. Черное и белое, серовато не должно быть. нужно удалить грех из нашей жизни. Пятое. Гордость. От высокомерия происходит раздор и усоветуешься мудрость. Притча 16, глава 18, стих. Погибели предшествует гордость, а падению надменность. Притча 29, глава и 23, гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Гордость. Ты знаешь, наш пастор очень смиренный человек. Я спрашивал у него однажды, я говорю, пастор, скажи, пожалуйста, ты уже 30 лет в служении. Ты писал книги по 1200 страниц. Весь мир читает эти книги и уважает тебя как учителя. Как ты считаешь, ты уже достаточно узнал про Божье Слово, Его призвание, Его присутствие. Он говорит, Филип, я вообще ничего не знаю. Я вообще ничего не знаю. Я только сейчас, в 55 лет, начинаю понимать, какие есть драгоценности. А ты знаешь, почему? Потому что у него есть видение. Потому что он не боится идти вперед. Потому что он не боится побеждать лень. И поэтому гордость не вопрос. Гордость не вопрос. Гордость как раз уничтожает нашу жизнь. Гордые люди, никто не хочет с ними общаться. Потому что они всегда всех остальных опускают. А смиренные люди Бог поднимает. Амин. Бог поднимает. Мать Тореза очень смиренный человек. Она могла бы сказать, я не пойду в эти страны, где нет воды, где воняют, где крысы везде. Я не пойду в эти страны. Я не буду им помогать. Мне комфортно здесь. Я уже в Робе много сделал для Господа. Мне комфортно, мне хорошо. Но из-за того, что она была смиренная, мы знаем про нее сегодня. И сколько она кормила, сколько она сделала. Почему? Потому что она не гордая, она смиренная. И смиренных Бог поднимает. Шестая. Недостаток внимания деталям. Детали очень, очень важны. Читаем Лука 16 глава и 10 стих. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. я однажды читал это местописание, Бог как-то открыл мои глаза. Я по-другому его читал. Верный в деталях и во многом верен. А неверный в деталях неверен. Детали это очень, очень важно. успех состоит из деталей. Например, есть молодой человек, у него есть хорошее разуме, образование, опыт в работе, но он приходит на собеседование, на голове не пойми что, рубашка не глаженная, туфли грязные, еще опоздал на 10 минут. и он говорит, я хочу высоко оплачиваемая работа, возьми меня. А этот начальник уже все понимает, опоздать будет на работе, внешний вид будет ужасный, и я не смогу доверять этому человеку, потому что он неверен в деталях. В моей машине загорелась красная лампочка, и ты знаешь, она загорается чуть-чуть, а потом его нет. И думаешь, ах, что это такое? Проходит три месяца, заглох на улице, и понимаешь, ах, надо было масло менять. Детали, они очень важны. Детали, они очень, очень важны. И мы должны быть верны в деталях. и иногда, когда грех приходит в нашу жизнь, кажется, это просто что-то маленькое. Один раз покурю, Бог меня простит. Один раз посмотрю фильм, Бог простит меня. Ой, я устал, у меня экзамены. Я лучше останусь дома и буду учиться, не пойду в церковь. Я заметил, что чаще всего люди, которые это делают, благословение не приходят на их жизнь. И они могут и приобретают какие-то хорошие оценки, но приходит какое-то время, и их нет в церкви, их нет на домашней группе, их нет на молитвенных. И думаешь, где они пропали? Как это случилось? Просто маленькие детали были пропущены. У меня в детстве была змея. Она такая маленькая была, где-то вот так вот. и я ставил маленькую щель в аквариуме и ушел на полтора часа. Совсем маленькая, вот такая. А змеи, они очень умные. И он просто толкал, 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 и через полтора часа я возвращаюсь, а его нет. Он ползет на полу. я думаю, как это? Маленькая щель была. Вот не позволь дьяволу найти эту маленькую щель в твоей жизни, потому что он будет толкать и толкать и толкать и он станет все больше и больше и больше и больше. И потом ты уже потеряешь контроль. Скажешь, что случилось со мной? Детали очень важны церковь. Очень важны. следи за своими мыслями, потому что из них выходят твои слова. Следи за своими словами, потому что из них следуют твои действия. Следи за своими действиями, потому что из них появляются твои привычки. Следи за своими привычками, так как они строят твой характер. А характер влияет на твою судьбу. Аминь. Детали очень важны. Будем внимательны к деталям. Следующий, седьмой. Потеря концентрации на цели. Или потеря фокуса. Где ты смотришь в одну сторону. Потом раз что-то красиво в другую сторону. Вау. А Бог говорит, не-не-не, смотри, смотри сюда. Вот сюда смотри. И все, ты потерял видение. Ты потерял цель. Ты все потерял, потому что ты посмотрел на другой цель. Дьявол не имеет власть уничтожить нашу жизнь. Он лишь может послать кто-то, кто может отвлекать тебя от цели. Друзья. Может, работа. Может, деньги. Может, что-то еще. Много всего он может послать. Чтобы ты не смотрел на него, а смотрел на что-то другое. И ты думаешь, что ты приобретаешь что-то. Может, богатство приобретаешь. Может, отношения какие-то приобретаешь. А он-то понимает, что он все украдет. Он украдет здоровье. Он украдет внутренний мир. И вот так все начинается. А потом люди уже совершают самоубийство в три часа ночи. И думаешь, что случилось с ними. Детали. Детали очень-очень важны. Примеры в Библии. Самсон и Долида. Самсон, великий муж Божий. Все его боялись. Бог его очень-очень сильно использовал. Однако появилась Долида. И он посмотрел в другую сторону. И Бог ему говорит, нет-нет-нет, не смотри туда. Цель здесь, призвание. Сконцентрируйся. А он посмотрел в другую сторону. И Долида уничтожил его жизнь. Уничтожил его призвание. Фокус. Где наш фокус сегодня? Петр, который ходил по воде. И пока он смотрел на Иисуса, все было классно. Он прям смотрел и говорит, вау. Я хожу по воде. Это невозможно. А потом он посмотрел на волны. Почувствовал ветер. И говорит, это невозможно. Я боюсь. И он начал тонуть. Слава Богу, что Иисус всегда рядом, чтобы вытащить нас. И поднять нас, когда мы тонем. Моисей. Когда уже разделил Красное море. Уже видел все казни египетских. Видел, как манна падала с небес. Видел, как птицы прилетели из ниоткуда. И просто падали перед ногами. Ну, изыглетян. Он видел все эти чудеса. Но он потерял цель. Он перестал фокусироваться на Бога. В один момент. Когда Бог ему сказал. Необходимую воду. Для того, чтобы народ пил. Ты говори камню. И щель откроется. И будет течение. И будет достаточно. Для того, чтобы напоить народ. А он разозлился. И ударил. Потому что деталь. Поговорил. Ударил. Это же камень. А для Бога такие моменты очень важны. И Бог ему сказал. Из-за того, что ты ослушался меня. Из-за того, что ты не был верен в деталях. Землю обытованную. Которую ты так мечтал. Уже 40 лет мечтаешь туда попасть. Чтобы народ попал туда. И чтобы ты попал. Ты не увидишь. Ты умерешь в пустыне. Детали очень важны. Очень важно. Чтобы мы были сконцентрированы на цель. И наша цель. Всегда. Это Иисус Христос. Аминь. Это Иисус Христос. Далее. Последнее, что может тебя остановить. Восьмое. Это ваше прошлое. Ваше прошлое. Первая ложь, которую дьявол тебе говорит, когда приходишь в церкви. Это я не могу поднять свои руки. И я ничего сегодня не получу. Потому что я такой грешник был вчера. Я, как Бог может прости, такой человек, как я. Как это возможно вообще? И поэтому ты приходишь в церкви. Ты не поднимаешь руки, потому что ты считаешь себя недостойным. Слово Божие еле-еле доходит. Потому что постоянно твои мысли заполнены тем, что я плохой. Все такие святые, а я грешник. Все меняются, а я не меняюсь. И давление приходит. И осуждение приходит. Но Бог так не работает. Бог говорит, твое прошлое не в счет. Потому что Он может сделать твое прошлое что-то приятное и хорошее. Его Слово говорит об этом постоянно. 1 Коринфянам, 5 глава и 17 стих. Итак, кто в воскресе, тот новое творение во Христе Иисусе. И что дальше? Древное прошло. И теперь все новое. Значит, прошлое не в счет. Исайя, 43 глава и 19 стих. Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи и реки в пустыне. Если в твоей жизни сейчас есть пустыня, ты не знаешь, что делать, куда деться. Просто читай Библию, молись, и скоро будет река. Скоро будет река. Скоро ты увидишь Бога в твоей жизни. Скоро ты увидишь, как Он тебя любит. Он докажет свою любовь тебе. И Бог опять утверждает эту истину, что прошлое не в счет. В самой последней книге Библии, Откровение, 21 глава и 5 стих. И сказал, сидящий на престоле, Сей творю, что? Все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова сии истинные и веры. Бог творит все новое. Он никогда не творит что-то старое. Он всегда творит что-то новое. Он из старого делает что-то новое. Просто задумывайся над тем, что мы сделаны из прах земли. Из грязной. Человека. Вот как Бог творит. Из старой Он может сделать новое. Если у тебя было плохое прошлое, много-много грешил, у тебя не было образования, ты много уходил от Господа, это не в счет. Потому что Бог творит все новое сегодня. Давайте мы встанем. Не позволь твое прошлое остановить продвижение вперед. Израильский народ ходили вокруг пустыни 40 лет. А знаешь почему? Потому что каждый раз, когда Бог делал какое-то чудо, они говорят, ой, в Египте было намного лучше. Наше прошлое было настолько хорошее. Там был комфорт, нас кормили, мы знали, что будет. Каждый день били. Нехорошо с нами обращались, но мы хотя бы были в комфорте. Мы знали, что будет каждый день, мы знали, что будет еда. Нам не надо было верить ни во что. А тут мы в пустыне, мы не знаем, что будет завтра. У нас нету этого комфорта. И поэтому они помнили про Египет. Египет заставил их ходить по пустыне 40 лет, когда можно было пройти за три недели. Сколько мы будем ходить по пустыне из-за того, что мы вспоминаем наше прошлое. Прошлое не в счет. О, Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю, Господь, за Твое присутствие на этом месте, Господь. Я благодарю, Господь, что когда Ты умер на кресте, Господь, Ты исправил наше прошлое, Господь. Теперь Ты творишь все новое во имя Иисуса Христа, Господь. И Ты знаешь, если Ты говоришь, что у меня нет образования, я не учился, никогда не поздно учиться. Никогда не поздно учиться. Мне нужно было учиться в колледже в 18-19 лет. Но я был глупым, я не учился. Зато я сейчас учусь, мне 27. Все смотрят на меня, тебе 18-19 лет. Дядя Филипп, я говорю, да, это я. Зато слушают и уважают меня. Говорит, взрослый мужик хочет учиться. Пример. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя, великий Бог, что Ты творишь все новое сегодня. Просто скажи, Бог, я благодарю Тебя, что Ты творишь все новое. Во имя Иисуса Христа. Амин.